Итак, дорогие друзья, сегодня у нас Евангелие от Луки, 10 глава, 2 часть, с 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, это ключевое слово, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вопрос прекрасный, то есть все христиане хотели бы знать, и иудеи тоже хотели знать это, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Это прям идеальный вопрос. Но ключевое слово – искушая. Почему? Что это значит? Это значит, что он спрашивает его и ждет ответа от Иисуса, который он может критиковать, сказать, «Вот ты там неправильно сказал, ты это неправильно сделал, как ты мог такое сказать?» То есть он пытался найти слабину в учении Иисуса Христа. Все время книжники, фарисеи, священники, они искали слабые места в учении Иисуса Христа. И вот в очередной раз мы видим, что это был законник, то есть человек, знающий закон, он задал ему такой глубокий, серьезный вопрос. И вот Иисус очень интересно ответил на этот вопрос. Он ответил вопросом на вопрос. То есть он как бы сказал, «Ну ты же законник, ты закон знаешь, поэтому в законе что написано? Как читаешь?» То есть он не мог отказаться. Все же знают, что он прекрасно знает закон. И он говорит, «В законе как написано?» Тем самым он убивал двух зайцев. Во-первых, после этого, после того, как законник отвечает на этот вопрос, он уже не может критиковать сам себя. Он же не может сказать, «Я не знаю закон». Нет, ты закон знаешь, отвечай. То есть критика сразу уничтожается. С одной стороны. А с другой стороны, он как бы говорит, «Ну, я закон чту. Я пришел сюда не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить. Поэтому ты мне задаешь этот вопрос, и я, опираясь на закон, хочу получить законный ответ». Вот он лишний раз говорит, «Я ничего не нарушаю, как по закону, все нормально». И вот вынужденный отвечать законник говорит следующее. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». То есть полностью из Ветхого Завета он правильно ответил, «Все хорошо». И Иисус ему, соответственно, отвечает, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Поступай. То есть он имел в виду, что законник закон-то знает, но вопрос, поступает ли он так. Поэтому он говорит, «Для того, чтобы наследовать жизнь вечную, ты должен так поступать». Собственно говоря, это обращение ко всем нам тоже. Мы изучаем Библию, мы вникаем в Слово, мы понимаем, как должно все это быть, но поступаем ли мы так, как написано в Слове Божьем. И он говорит, «Вы будете иметь жизнь вечную, если так поступать будете. Не знать будете, а поступать будете». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Соответственно, по иудейским традициям, ближним мог быть только иудей, потому что все язычники – это враги, против которых нужно бороться, помогать им не надо, только уничтожать. И помощь им тем более оказывать не надо, они совершенно не наши ближние, а ближние – это родственники, это друзья, ну и иудеи. И вот Иисус интересным образом рассказывает притчу. На это сказал Иисус, то есть он отвечает притчей. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо». Священник, его священное право оказать помощь, тем более это был иудей, оказать ему помощь нужно было. Но он прошел мимо. Почему священник, собственно говоря, прошел мимо? Большинство богословов говорят, он торопился, видимо, на службу, и если бы он подошел и прикоснулся к этому человеку, а тот вдруг оказался бы мертвым, «О, ни о каком служении в этот день вообще не могло бы быть речи, он должен был идти, очищаться, опоздал бы». В общем, чтобы этого не произошло, он решил вообще даже не подходить. Также и Левит, быв на том месте, подошел, правда, посмотрел и прошел мимо. То же самое. Левит шел туда же, скорее всего, на службу. Это дорога из Ерихона в Иерусалим. Как раз там жили священники, левиты, и они ходили на службу в храм Иерусалимский. И вот он тоже подошел, посмотрел, видимо, увидел, что тот еще жив, но это же тогда нужно ему оказывать помощь. Оказывать помощь, если начнешь, то точно везде опоздаешь, сегодня уже не попадешь, от начальства достанется. Это, в общем, лучше не связываться, типа, кто тут заметит, кто тут знает, что я был, но не выполнил свои обязанности. Никто не узнал, кроме Бога. Бог все знает, и Бог все видит. И священников, которые так поступают, и левитов, которые так поступают. И вот тем самым Иисус хотел показать, что и священники, и левиты, они только на словах, в теории, такие замечательные, такие чудесные, о любви говорят. Вот возлюби Господа своего, возлюби ближнего своего, как самого себя. Они все знают, они такие умные. Но как они поступают? Не по слову. Они поступают совершенно по другим вещам. Если даже представить себе, что они не просто жесткие, жестокие люди, хотя какой же он священник, какой же он левит, если он так себя ведет, но если действительно они боялись пропустить свои служения, то это говорит, что служение для них было выше, важнее человеческой жизни. Потому что этот человек вообще умирал. И без чужой помощи он бы так там и умер. Но служение превыше всего. Это важнее всего. То есть какие-то ритуалы, какие-то такие вот обычаи, они важнее, чем жизнь человека. Самарянин же некто, вообще неизвестно кто, проезжая, нашел на него и увидев его, сжалился. Кто такой, мы знаем, Самарянин. Самаряне — это были люди, которые жили на территории Северного царства, которое было захвачено врагами и отправлено в рассеяние. И там осталось чуть-чуть евреев, и в основном это место было заселено язычниками. Да, эти язычники, у них там все очень плохо пошло, и тогда царь, который руководил всем этим местом, решил направить туда священников иудейских, чтобы они научили закону, чтобы вот эти вот несчастья, которые случались с людьми, жившими на территории Самарии, прекратились. И да, действительно, эти священники с грехом пополам кое-как научили закону вере в Бога Всевышнего, поклонение Богу Всевышнему, но, естественно, там были серьезные отличия от вероучения иудеев. И поэтому иудеи, они презирали вот этих самарян. Плюс еще, когда царство раскололось на Северное и Южное, в Южном, напомню, был Иерусалим, храм Бога Всевышнего, а в Северном были другие цари, не из дома Давидова. И вот люди из Северного царства, потому что был такой закон, сначала ходили на поклонение в Южное царство. И эти цари решили, что таким образом мы создаем пятую колонну, зачем нам враги, и говорят, не надо ходить в Иерусалим, вот вам гора, на этой горе вы прекрасно сможете поклоняться, не хуже, чем в храме. И фактически запретили им, и эта традиция осталась. И так самаряне продолжали поклоняться Богу Всевышнему на этой горе. И для иудеев, у которых был закон, что поклоняться можно только в храме, это было неприемлемо, поэтому они этих самарян хуже язычников ненавидели. А вы посмотрите, как самаряне себя ведут по отношению к иудеям. Да, в принципе, они тоже их не очень долюбливали, но когда опасность украшает человеку, они не смотрят на то, какого вероисповедания этот человек. Они видят, человек в нужде, приходят и помогают ему. И вот он сжалился и подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, свои запасы потратил, чтобы спасти этого человека, очистить его раны, исцелить его, как он мог, потому что это, мы понимаем, он в дороге был, у него не было каких-то препаратов, средств, и посадив его на своего осла, то есть он сам пошел пешком, а этого иудея, который был его врагом, он посадил на осла и привез его в гостиницу, а вообще гостиница никогда бесплатно никакой помощи никому еще не оказывали, и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария. Напомню, что один динарий – это целый рабочий день работника на тяжелом труде в винограднике. И он ему дал два динария этому хозяину гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если воздержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. То есть, представляете себе, он свои деньги потратил на человека, на своего врага фактически. Вот как он отнесся к этому человеку. И вот Иисус спрашивает вот этого книжника, вот этого законника, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? И вот, в принципе, первое, что мы должны были сказать, казалось бы, самарянин, да? Самарянин, конечно, но как отвечает вот этот законник? Он говорит, оказавший ему милость. То есть, чтобы не называть, как это так, самарянин, оказавший ему милость. Видите, так он тактично вышел из положения, потому что там рядом стояли люди, они слушали, и вдруг этот законник сказал бы, самаряне, они ближе к иудеям, чем сами иудеи, священники и левиты. Оказавший ему милость. Правильно сказал, правильно, но тоже очень хитро. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Ты не поступаешь так же, но ты поступай так же, и тогда будешь наследовать жизнь вечную. Вот что сказал ему Иисус. В этой притче есть еще одно значение. Какое? На самом деле, все люди, они были избиты и травмированы сатаной. Как вот этот человек, который шел в Ерихон из Иерусалима. Точно так же сатана напал на человека, избил его, и человек почти лишился жизни от этих атак сатаны. И Иисус, который, собственно говоря, для нас по крови не близок, он из народа израильского, он вообще Бог, а не человек, но он, тем не менее, пришел нам на помощь. И он нас исцелил, он перевязал наши раны, и он свою кровь пролил для того, чтобы нас спасти. Не просто какие-то динарии отдал, он свою жизнь отдал для того, чтобы нас спасти. И он оставил нас в этой больничке, он оставил нас в этой гостинице, пока мы полностью не исцелимся. И вот, собственно говоря, церковь для этого существует. Он создал церковь, которая исцеляет людей, которая заботится о них, которая помогает им прийти к спасению, к здоровью и к жизни вечной. Поэтому вот Иисус для нас и является вот таким ближним. И мы это должны тоже с вами понимать. И, соответственно, поступать аналогично. И мы должны стать ближними Иисусу Христу, служая Ему, помогая в Его служении, в распространении Евангелия. Мы тоже должны это делать. 38 стих. «В продолжении пути их пришел он в одно селение, и здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой». Марфа. Видимо, все-таки дом принадлежал Марфе, а не сестре ее Марии или Луке. Она была, видимо, хозяйкой в этом доме. И вот она приняла Иисуса Христа. О чем это говорит? Это говорит о том, что Иисус не имел собственного дома. Он все время ходил по разным селениям, по разным городам, везде проповедовал. Но когда к нему пришел человек и сказал, «Я хочу следовать за тобой», он сказал, «У меня нет дома». Вот даже у птиц есть гнезда, у лис есть норы, а у меня даже этого нет. Тоже очень интересное замечание. Дело в том, что в Ветхом Завете у Бога был свой дом, у него был храм, и все иудеи знали, где его надо искать. И все иудеи для поклонения, для приношения жертв, они шли в Ярусалим, в храм Бога Всевышнего. И Бог сам дал чертежи Давиду, чтобы храм был построен, дом ему был построен. И Давид собирал деньги, он не мог построить этот дом. Почему? Потому что руки его были в крови и в неправедных поступках, и поэтому дом Богу Всевышнего построил его сын Соломон, который к тому времени был самым мудрым человеком на свете, самым богатым человеком, может быть, на свете. И он получил помазание от Бога для того, чтобы построить этот храм. И вот он существовал, этот храм, и это было очень важно. Действительно, посмотрите, пока существовал храм, существовало государство Израиль. Вот пришел Вавилон, пришел Навуха-Доносор, и он разрушил и разграбил храм. Город, конечно, Иерусалим и храм, и государство перестало существовать. Государство Израиль перестало существовать. И потом, когда Бог сказал последующим царям, персидским, Киру и так далее, восстановить храм, восстановить город Иерусалим, государство израильское снова возникло, снова стало существовать. Но вот в 70-м году уже нашей эры римляне разрушили опять Иерусалим, разрушили храм, и государство опять перестало существовать, и две тысячи лет не существовало. И сейчас оно испытывает большие сложности, и евреи мечтают, иудеи мечтают восстановить храм. Да, государство Израиль существует, но храма пока нет, и поэтому они ходят все время к этой стене плача, плачут и просят Бога помочь им этот храм восстановить, потому что они верят, что без храма, без места пребывания Бога невозможно государство Израиля. До этого, мы помним, был ковчег, и Бог сказал, я пребываю на этом месте, вот, приходите ко мне на поклонение. В чем принципиальная разница ветхозаветного поклонения Богу и Иисусом Христом. В том, что у Иисуса Христа не было, никогда не было своего дома. И вот, когда он ушел на небеса, то его последователи христиане сначала тоже 300 лет ничего не могли сделать, их преследовали, и они не могли никакого дома своему Богу Иисусу Христу построить. Но, когда, наконец, Константин объявил Рим государством христианским, христиане дружно начали строить храмы Иисусу Христу, Богу Всевышнему. Как они очень часто строили, зачем ломать древние храмы языческие, давайте в них будем проводить богослужения. Чуть перестроим, чуть изменим. Зачем уничтожать замечательные статуи, которые были сделаны великими мастерами статуи богам языческим. Давайте просто головы им отвинтим, отрежем и новые головы христианские им привинтим в обратную сторону. Да и вообще и в будущем тоже будем делать и скульптуры, и храмы строить. И там по принципу Иерусалимского храма будет святой святых, будет ковчег, будет все как у евреев. Но на самом деле это неправильно. Иисус Христос никогда не требовал построить ему рукотворный храм. И когда к нему пришла самарянка и стала спрашивать его, вот мы тут на горе поклоняемся, а вы в храме, а кто прав, кто где, он говорит, скоро не там и не там не будете поклоняться, потому что Бог есть Дух, и Он ищет поклонение в Духе и Истине, не в каком-то конкретном помещении, который вы назовете Домом Божьим. Вот все наши церкви это не Дом Божий. У Бога нет Дома сейчас. Наш Бог находится в наших сердцах. А это просто место, где люди могут собраться на изучение Слова, на поклонение, на проведение собраний, на научение и так далее. Собраться вместе, чтобы поклоняться Господу, чтобы кирпич на голову не упал, нужна крыша, чтобы градом там не побило и так далее. Раньше в катакомбах собирались, но Богу строить дом не надо. Иисусу Христу строить дом не надо. Он был против этого, и мы видим, что когда он ходил, он мог щелкнуть пальцами, чтобы ему, Иисусу Христу построили храм какой-нибудь. Мог, но наоборот, он говорит, я хожу, и у меня нет своего дома. И поэтому вот эти дома, в которых мы поклоняемся, не надо рассматривать как храмы, не надо в них делать какие-то алтари особые, не надо в них делать святое, святое святых и так далее, как это было в ветхозаветном храме. ветхозаветный храм Бог уничтожил, и никто его не может на сегодняшний день восстановить, никто. Это же тоже не случайно. Евреи даже не знают точного места, где этот храм должен стоять. Они предполагают, что он стоит на месте мечети мусульманской, и поэтому они не могут там восстановить, потому что мусульмане всячески сопротивляются и говорят, попробуйте только придите, попробуйте, разрушите нашу мечеть и построите свой храм. Мы вам покажем. То есть вот удивительная ситуация. Почему она так сложилась? Потому что на самом деле Бог есть Дух, действительно, и ему не нужно какое-то физическое место, где ему надо поклоняться. Он там не будет пребывать. Бог пребывает в сердце человеческом, в сердце, в духе человеческом, но не в каком-то физическом храме. И Иисус тоже говорил в Евангелии от Иоанна, что если будете исполнять мои заповеди, если вы будете хорошими, послушными, то вы Духа Святого примете, и придем мы с Отцом, и обитель у вас, в вашем Духе человеческом, обитель сотворим, храм будет. И он говорит, что является, чем являются тела ваши человеческие. Вот ваши тела и есть храм Божий, тела человеческие, а не физическое здание. Вот что является храмом Божьим. Поэтому попытки людей возродить храм Иерусалимский являются абсолютно неправильными. Это совершенно непонимание сущности Иисуса Христа. И вот он приходит, идет и приходит к Марфе. У нее, видимо, большой дом, потому что там поместился не только он, но и все его ученики. И Марфа что начинает делать? Она начинает срочно готовить еду, чтобы всех накормить, потому что для нее принципиально, чтобы всем было хорошо в ее доме. И вот она готовит, и у нее была сестра Мария. Что делает Мария? А Мария идет и садится у ног Иисуса Христа. Марфа мечется, она там такую закуску готовит, такую еду, а Мария даже не думает ей помогать. Что делает Марфа? Она упрекает Иисуса Христа. Она приходит к Нему, понимает, что бесполезно обращаться к сестре, та ее не послушается, она идет к высшему руководству, к Иисусу Христу и говорит ему следующие слова. «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне?» Думаю, сейчас Иисус скажет. «Ну-ка, Мария, хватит сидеть у меня под ногами, путаться, иди вот помоги сестре». А что ей отвечает Иисус? Иисус же сказал ей в ответ «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это великолепное для нас научение. Нужно кормить пришедших, нужно ли кормить служителей, апостолов? Нужно, нужно, да. Никто этого не отрицает. Но не нужно полностью в этом загоняться. У меня друзья есть среди православных священников, и там у них, вы знаете, огромные здания. Я пришел, там все блестит, переливается, все так красиво, все так замечательно. Ну и думаю, ничего себе такое хозяйство вообще обслуживать. И мы сели, стали общаться. я стал задавать им вопросы, общаться по Библии. И стал задавать им вопросы, и выяснил, что они очень плохо разбираются в Библии. И я говорю, слушайте, а вы когда в последний раз читали Библию? И они так стыдливо говорят, Валер, ты посмотри на наше здание, когда нам серьезно изучать и все этим наполняться. Мы тут с утра до вечера занимаемся вот этими заботами. У нас храм, у нас программы, у нас кормежка бездомных, у нас там столько программ, столько дел, нам строить надо, нам ремонтировать надо, нам еще что-то надо делать. И я понимаю, с одной стороны это да, это нужно, но скорее всего все-таки совершенно не случайно апостолы, они избрали отдельно апостолов, учителей и отдельно дьяконов, которые как раз заботились о столах. Вот дьяконы как раз, помощники, они должны материальной частью заниматься. А священники не должны вот этими вопросами заниматься, они должны заниматься духовным насыщением, духовной пищей прихожан и христиан. И вот пришел действительно Иисус. Как часто он был у Марфы и там проповедовал, и там, видимо, что-то очень важное говорил. Я думаю, что не часто. Не часто, потому что все сразу сбежались к нему и ученики там сидели возле него и Мария села поближе, чтобы слышать каждое слово. Не часто. И мы знаем, что вот пройдет всего немножко времени и Иисус вообще уйдет, и уже никогда ни Мария, ни Марфа не смогут услышать его слово. И поэтому, что было важнее всего в тот данный момент? Важнее всего было слово, которое говорил Иисус. И он поэтому говорит, она избрала благую часть, которая отнимется у нее. Она самое главное избрала слушание слова. Я очень часто тоже вижу, что и в христианских церквях люди заботятся о столах, заботятся о том, о другом, но их нет в зале. Они не слушают проповедь, потому что они где-то заняты. Они делают чай, они там что-то убирают. Они должны сидеть здесь, слушать слово, наполняться словом должны, а не заниматься какими-то делами. Да, это важно заниматься делами, еще как, конечно, важно, но как-то найти разумное сочетание и столами заниматься, и в то же время слушать слово, потому что без слушания слова человек не будет спасен. Вот когда он придет к Богу, и Господь его скажет, ну, как ты служил? Они скажут, да мы там такой чай вообще делали, мы такие пироги пекли, мы такие вообще вещи делали. Конечно, мы должны войти первыми в Царствие Небесное. Более того, мы всяких лентяев и бездельников все время упрекали и все время пинка, извините, под попу давали, когда они не хотели нам помогать. Там идет служение, а они говорят, мы будем сидеть на служении, а мы тут бегаем, мучаемся, ничего не успеваем. Дорогие мои, нужно заботиться в столах, конечно, нужно, но вовремя, в свое время, когда говорит Иисус, когда идет Слово Божье, то дети его, ученики его должны быть у ног его, рядышком слушать, и это очень важно для нас и для служений, и для служителей, и для прихожан, для всех христиан это очень важно, постоянно слушать его Слово. Я записываю свои проповеди и выкладываю в интернете на Ютубе и спрашиваю прихожан наших и друзей своих, которые знают об этом, говорю, вы слушаете проповеди? Прихожане как обычно отвечают, да мы же были на богослужении, зачем нам еще слушать? Но извините, после того, как человек выходит из богослужения, пройдет 10-20 час, уже никто ничего не помнит. Для этого пишутся вот эти видео, для этого, чтобы человек мог потом снова и снова прослушать, наполниться, принять это и, соответственно, получить это Слово, это исцеление. Это дано, специально мы это делаем, чтобы люди могли постоянно к этому обращаться. Спрашиваю других своих друзей, говорю, ну, вот в курсе, да, я аж проповедую, ты смотришь эти проповеди? Валера, да когда? Да некогда. Я тут как белка в колесе кручусь, непрерывно что-то делаю. Когда мне смотреть твои проповеди? Я говорю, ладно, ну, мои проповеди, может быть, тебе не очень интересны, но ты другие проповеди, может быть, в интернете смотришь. Когда, Валера? Если я твои проповеди не смотрю, которые, в общем-то, мне нравятся, я другие вообще не могу смотреть? И вот придет такой человек к Господу, и Господь его спросит, слушал Слово Божие? Когда, Господь, я так крутился, мне было так некогда. Я был Марфой. Он говорит, ну, Марфа, надо было избрать все-таки путь Марии. Не значит, что ты должен полностью прекращать свою жизнедеятельность в физическом мире, но не забывай, вот что нужно было делать, как Мария, сидеть и слушать мое Слово и наполняться им, принимать его, и тогда получишь спасение и жизнь вечную. Это очень важный момент, поэтому я всех призываю. Недостаточно посидеть чуть-чуть в зале, причем, я знаю, что в зале очень часто мысли разбегаются, и мне люди сами говорили, я говорю, ну, как тебе проповедь была? Ой, Валер, да я что-то отвлекся, я что-то даже и не помню, а о чем была проповедь? Прошло пять минут. О чем была проповедь? Я говорю, ну вот, ладно, слава Богу, записано, можешь прийти домой посмотреть, через некоторое время спрашиваю, ну как, смотрел? Ой, когда мне, Валера, некогда мне смотреть эту проповедь? Итак, мы не должны забывать, что Марфа замечательный человек, но мы должны быть прежде всего Мариями, прежде всего Мариями для того, чтобы наполниться Словом Божиим и прийти к Господу с любовью и получить спасение и жизнь вечную. Давайте прославим нашего Господа. субтитры создавал DimaTorzok